Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер в студии Виктория Царева прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среду премьер-министр Дарин Рычан принял участие в третьем саммите «Крымская платформа», который прошел в Киеве. В своей речи глава молдавского Кабмина поблагодарил Украину за мирное небо над Молдовой. Народ и правительство Республики Молдова едины в своем стремлении поддерживать Украину до победы. Мы никогда не забудем жертвы украинцев ради их свободы и нашего общего будущего в свободном мире. Чиновник также упомянул несколько конкретных действий, которые должно предпринять международное сообщество. Среди них предоставление Украине необходимых средств для осуществления самообороны сейчас и в будущем, а также продолжение применения санкций, направленных на ослабление России. Также в своем обращении Дарин Ричан рассказал о маршрутах экспорта украинского зерна на мировые рынки и отметил, что Молдова готова служить транспортным узлом в процессе восстановления соседней страны. Мы открываем возможности для экспорта украинского зерна на мировые рынки, несмотря на последствия, которые война оказывает на наших сельхозпроизводителей, экспортеров и экономику в целом. Мы полны решимости и уже расширяем эти маршруты, чтобы они стали транспортным узлом для усилий по восстановлению Украины. В рамках своего визита в Киев молдавский премьер провел двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Молдова готова прилагать все усилия для определения наиболее оптимальных механизмов облегчения транзита украинского зерна на международные рынки. В этом заверил своего киевского коллегу Николу Сольского, министр сельского хозяйства Владимир Боля, который также находится в соседней стране в составе возглавляемой премьер-министром делегации. На своей странице в соцсети он уточнил, что дискуссии сосредоточились на ряде двусторонних проектов в таких областях, как сельское хозяйство, экономика, энергетика, инфраструктура и транспорт. Действующее законодательство Молдовы предполагает наказание за элементы сепаратизма. Так прокомментировали в парламенте заявление председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова о наличии идеи по созданию Гагаузской республики. В интервью телевидению Приднестровского региона чиновник из Камрата подчеркнул, что народ автономии требует подобного решения по созданию республику и что такие разговоры будут также обсуждаться в том числе 9 сентября на собрании депутатов всех уровней от ОГАУЗии. Есть вариант, что вы опять провозгласите Гагаузскую республику? Не исключен вариант. Вы готовы к этому? Ну, народ требует этого, потому что республика очень, скажем, вяло относится к нашему законодательству. Интервью Константинова для телевидения Приднестровского региона не прошло незамеченным в парламенте. Комментарий для портала «Реалитате» на этот счет дала одна из советниц спикера Игоря Гроссу. Напоминаем политическим деятелям, что действующее законодательство четко устанавливает санкции за пропаганду сепаратизма. 19 августа Башкан Автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов отметили 30-летие автономии. Они возложили цветы, произнесли речи, а в Камрате был организован концерт. Всемирный банк верит в развитие Республики Молдова и первыми тремя областями, которые привлекут инвестиции в экономику нашей страны, являются благоприятная и стабильная бизнес-среда, развитие инфраструктуры и квалифицированная рабочая сила. Об этом и многих других нюансах развития экономики рассказала в рамках подкаста запущенного Национальным банком Молдовы страновый менеджер группы Всемирного банка в Молдове Ингуна Добрая. Реформы должны быть проведены. Бывает, что преобразование проходит не так быстро, как хотелось бы. Но для нас сотрудничество с Республикой Молдова было невероятным. Я считаю, что мы оказали значительную финансовую поддержку. Оглядываясь на эти 30 лет партнерства, я считаю, что наша поддержка составила более полутора миллиарда долларов. Мы провели более 70 операций. Это очень важно. И я без сомнения думаю, что это тот путь, который мы хотим продолжать. Ингуна Добрая также рассказала о планах сотрудничества с Молдовой в пятилетней перспективе. Подробно остановилась на приоритетах этой работы и элементах, на которые будут поставлены акценты. Мы очень довольны тем, что у нас есть пятилетняя стратегия, одобренная Советом директоров Всемирного банка в марте этого года. Она определяет, как мы будем сотрудничать с Республикой Молдова в следующие пять лет. Я также хочу сказать, что это очень четкое обязательство с нашей стороны. Мы полностью поддерживаем путь реформ, по которому идет Молдова. Это новая основа, которую мы называем рамками партнерства со страной. Рассчитана на 2023-2027 годы и очень тесно связана с национальной стратегией развития Европейская Молдова-2030. Во время интервью представитель Всемирного банка заявил, что власти Молдовы должны быть более гибкими при распределении ресурсов, поскольку процесс ожидания связан с новыми затратами из-за потребностей в человеческих и финансовых ресурсах. Я думаю, что правительству необходимо сохранять гибкость из-за этих неопределенностей, о которых я упомянула ранее, и потому что мы не знаем, каким будет следующий отопительный сезон, что принесет зима. Поэтому я думаю, что власти должны сохранять гибкость, чтобы иметь возможность выделять больше ресурсов, чем планировали. В то же время, возможно, имеет смысл пересмотреть расходы, например, чтобы проверить эффективность системы закопок, особенно товаров и услуг. Привлечение внимания к инвестициям, как быстро эти инвестиции материализуются, ведь если слишком долго ждать, пока инвестиции материализуются, то они становятся дорогими. Ингуна Добрая пришла к выводу, что инвестиции в человеческий капитал очень важны и назвала три самых перспективных направления для нашей страны. Это сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. В конце мая этого года Всемирный банк утвердил финансирование программы «Молдова. Чрезвычайные меры. Устойчивость и конкурентоспособность». Операция «Политика развития-2» на сумму 92 миллиона 100 тысяч евро. В качестве кредита 25 миллионов долларов, невозвратная льготная сумма и 9 миллионов 300 тысяч долларов в виде гранта. Тариф на газ для бытовых потребителей может быть снижен в этом году до 13 леев за кубометр. Об этом в качестве реплики на заявление лидера молдавских социалистов написал на своей странице в соцсети член Совета директоров компании «Энергоком» Александр Слуцарь. Напомним, что в эфире на нашем телеканале лидер молдавских социалистов Игорь Дадон заявил, что сегодня тариф на газ для населения должен быть не больше 8-9 леев за кубометр. И что в целом действующие власти не способны обеспечить население энергоресурсами. Сейчас тариф на газ для конечных потребителей должен быть не больше 8-9 леев за кубометр. Но мы платим дороже, поскольку раньше не в интерес страны были закоплены большие объемы газа, которые нам не были нужны по завышенным ценам. Если власти сегодня покупают дешевый газ, то тариф, разумеется, может снизиться к предстоящему отопительному сезону. Если нет, я думаю, что осенью рыночные цены на газ поднимутся. И вот через три дня на заявление Дадона отреагировал член совета директоров компании Наргаком Александр Слуцарь. У Молдовы много объективных трудностей, связанных с войной, которую развязала Российская Федерация. Молдова имеет ряд проблем в различных областях из-за некомпетентного управления. Но в этом году у Молдовы проблем с газом не будет. По крайней мере, у правого берега Днестра. Внутренний тариф на газ повышаться не будет, поскольку Наргаком закупил необходимое количество дешевого газа. А если мы реализуем в ближайшее время план дополнительных закупок по хорошим ценам, то эта ставка снизится где-то до 13 леев и останется неизменной на протяжении всего холодного периода, независимо от ситуации на биржах. Но на этом история вокруг заявления о предполагаемом снижении тарифа на газ для населения не закончилась. Александру Слуцарю возразил глава компании Молдова Газ Вадим Чебан. Комментарий он дал порталу бань.мд. Компания пока не намерена требовать снижения тарифа на газ для внутренних потребителей, поскольку финансовые отклонения до сих пор не устранены. По итогам 2022 года убытки операторов газораспределения от операционной деятельности составили 525 миллионов леев. Напомним, последний раз тариф на газ для конечных потребителей был снижен в июне почти с 30 до 18 леев. Глава Минэнерго Виктор Парликов ранее в интервью заявлял, что тарифы могут еще снизиться осенью, когда будут израсходованы 100 миллионов кубометров газа из резерва, закупленного по высоким ценам для нужд прошлого топительного сезона. В Молдову доставлена партия оборудования и материалов для строительства воздушной линии электропередачи вулканешты Кишинев. Об этом сообщает Объединенное подразделение по реализации и мониторингу энергетических проектов. В ближайшие дни должны быть доставлены около 20 контейнеров грузоподъемностью более 400 тонн, 7 из которых уже поступили на склад. Отметим технический проект строительства воздушной линии электропередачи вулканешты Кишинев находится на завершающей стадии проверки и экспертизы. Бенефициаром проекта является компания Молд Электрика и все потребители электроэнергии. В 2024 году Минобразование ставит задачу привлечь в систему образования до 500 молодых специалистов. Заявление сделал министр Дан Перчун, выступая перед учителями в Сороках. Чиновник отметил, что для того, чтобы удержать молодых людей в системе, необходимы более высокие зарплаты и инвестиции. Это может произойти только в том случае, если население будет постоянно поддерживать идею вступления Республики Молдова в Европейский Союз. У меня огромная просьба к вам, как к основе всего, что значит общество. Давайте мы, люди, несущие свет и мудрость, приложим общие усилия для продвижения всего, что означает европейскую интеграцию. Я очень надеюсь, что система образования поймет и продолжит поддерживать наш европейский путь, как она фактически делала до сих пор. К сожалению и к счастью, альтернативы нет. Если мы хотим процветания, более высоких зарплат, чтобы молодежь оставалась дома, учитывая все трудности, нам нужны крупные инвестиции со стороны Евросоюза. Министр призвал преподавателей 1 сентября провести первый в новом учебном году урок на тему «Европейская Молдова». С 1 сентября в начале года мы призываем вас провести урок на тему «Европейская Молдова». На днях мы утвердим в министерстве небольшое пособие, которое будет направлять вас в мероприятиях, которые вы могли бы организовать. И моя просьба заключается в том, чтобы мы реализовали эту инициативу. Первозвонок в новом учебном году прозвенит в пятницу 1 сентября. Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун. Чиновник уточнил, что линейки в учебных заведениях по всей стране начнутся в 8 часов 30 минут. Их длительность не должна превышать 45 минут, ровно столько длится обычный школьный урок. Темой первого занятия во всех классах, как и говорилось ранее, станет «Европейская Молдова». В преддверии 1 сентября министерство окружающей среды призывает администрации образовательных учреждений воздержаться от запуска в небо воздушных шаров. По мнению специалистов, проблема с воздушными шарами, надутыми гелием, чревато тяжелыми последствиями для окружающей среды. В зависимости от материала, из которого шар изготовлен, он может оставаться в воздухе не менее 80 часов, в случае с латексом. И если шар из фольги, то несколько недель. Рано или поздно они лопаются, и эти куски падают в леса, реки, озера и моря. Попадая в окружающую среду, воздушные шары могут привести к смерти птиц и животных, воспринимающих их как пищу, или могут стать ловушками для представителей фауны, что часто приводит к удушью. По данным анализа группы исследователей из Австралии, в общей сложности каждая пятая морская птица регулярно погибает в результате поедания частиц от воздушных шаров. Именно поэтому во многих государствах мира для снижения негативного воздействия на окружающую среду законодательством запрещено использование гелевых шаров в развлекательных мероприятиях. По данным Министерства окружающей среды, в Республике Молдова нет положений нормативных актов, которые вводили бы такие запреты. Поэтому природоохранным органам оставалось лишь дать некоторые рекомендации именно образования местным органам власти, а также дошкольные и школьные учреждения. 8 тысяч школьников из малообеспеченных семей получат финансовую поддержку от мэрии Кишинева в связи с началом нового учебного года. Уточняется, что материальная помощь в размере 700 леев каждому бенефицару будет предоставляться в два этапа. С 4 августа по 4 ноября 2023 года получатели материальной помощи или уполномоченные лица могут получить деньги в почтовых отделениях Почта Молдовы, предъявив документ удостоверяющий личность. На первом этапе данной программы единовременной помощью воспользовались 6427 учеников 2-х, 9-х и 11-х, 12-х классов. А на втором этапе программы, запланированном на октябрь текущего года, материальную помощь получат еще 1573 ученика 1-х, 5-х и 10-х классов. По данным мэрии, помощью могут воспользоваться семьи с нулевым или низким доходом, многодетные семьи, семьи с одним родителем, в которых один из родителей имеет группу инвалидности, и семьи, в которых установлена опека или попечительство. В селе Кайнары Каушанского района женщина родила прямо в карете скорой помощи. На свет появилась здоровая девочка весом около 3 килограммов. Состояние мамы и малышки оценивают как удовлетворительное. В пресс-службе национального центра до госпитальной скорой медицинской помощи рассказали, что скорая помощь прибыла к месту жительства роженицы спустя 7 минут после звонка. Беременная жаловалась на боли в животе и частые схватки, которые начались в 3.30. Установлено, что для пациентки это уже третьи роды. Было принято решение о срочной транспортировке женщины в больницу. Роды начались спонтанно. Врачи приняли ребенка прямо в машине скорой помощи. Благодаря бригаде медиков на свет появилась здоровая девочка весом около 3 килограммов. С оценкой по шкале Абгар – 8-9 баллов. По данным ведомства, маму и малышку госпитализировали в родильный дом Каушанской районной больницы. Их состояние оценивают как удовлетворительное. С начала этого года бригады скорой медицинской помощи по всей стране оказали помощь 36 роженицам, у которых роды начались прямо в кризис скорой помощи. Коронавирус снова набирает обороты. По данным Национального агентства общественного здоровья, на прошлой неделе подтверждено 138 случаев заражения, что в 2,5 раза больше, чем на предыдущей неделе, когда их было 54. Один человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. В НАОС призывают население не терять бдительность и соблюдать профилактические меры. COVID-19 не исчез. Учитывая возросший поток на государственной границе, перемещение граждан, которые уезжают на отдых и возвращаются с курортов, формирование групп детей в дошкольных и образовательных учреждениях, Национальное агентство общественного здоровья напоминает о важности соблюдения основных мер защиты здоровья и безопасности граждан. Среди них отметим соблюдение физического расстояния между людьми не менее одного метра, избегание мест скопления людей, соблюдение правил гигиены рук, защиту органов дыхания, соблюдение санитарных мер на рабочем месте, проветривание закрытых помещений и обращение к семейному врачу при появлении первых симптомов инфекции COVID-19, повышение температуры, кашель, затруднение дыхания, боль в горле, мышечные боли. В НАУ сообщили, что тенденция к увеличению роста числа заражений коронавирусом сохраняется и в Европе. Доминирующим остаются под варианты штамма микрон. Также врачи-эпидемиологи напомнили, что самым эффективным профилактическим средством от COVID-19 остается вакцинация. Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами службы информации безопасности изъяли более 120 тысяч сигарет и 8 миллионов упаковок, которые пытались перевести контрабандой в Украину. По итогам операции были задержаны трое членов преступной группы. За преступной деятельностью правоохранительные органы следили три месяца. Обыски провели в здании, где перерабатывали готовый табак для сигарет, в домах задержанных, а также на других подпольных складах, где хранились расходные материалы и сырье, предназначенные для производства сигарет. В зданиях также были обнаружены три линии по производству сигарет, которые обеспечивали весь процесс. Измельчение, ферментация табака, производство и упаковка. Кроме того, было собрано около двух тонн готового ферментированного табака для производства сигарет. По словам правоохранителей, двое подозреваемых уже получили ордер на арест на 30 суток. Троим мужчинам 34, 49 и 58 лет. Они выполняли разные задачи. Один из них был ответственным за управление производственным процессом, другой – организатор незаконной схемы и инженер, обеспечивающий работу оборудования. После задержания прокуроры получили от следственного судей ходатайство о применении превентивного ареста на 30 суток для двоих задержанных. Суду предстоит рассмотреть и третий запрос. Расследование продолжается, в том числе в отношении других членов, предположительно причастных к незаконной деятельности. Согласно закону, любой лицо пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения. Десять граждан Молдовы пострадали в среду в ДТП в Мазовецком воеводстве Польши. Автобус, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком и перевернулся. Позднее карета скорой помощи, которая перевозила двоих раненых в больницу, на полном ходу врезалась в легковушку и опрокинулась на бок. В Медеи сообщили, что жизни наших сограждан ничего не угрожает. По данным польских властей, авария произошла на трассе С-17 недалеко от города Гожна, Польша. В результате аварии пострадали 10 граждан нашей страны. Причины происшествия устанавливают компетентные органы. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Жизни граждан вне опасности. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщает, что посольство нашей страны в Варшаве поддерживает постоянный контакт с местными властями и готова предпринять все необходимые консульские действия. Цены на горючее стабилизировались. Так, согласно предельным расценкам, для розничной торговли горючим, установленным на РЭНа 25 августа, стоимость бензина не изменится, а дизельное топливо подешевеет на 4 бана. Таким образом, в пятницу литр бензина А95 будет стоить 20 числеев 30 банов. Тот же объем дизельного топлива автовладельцам обойдется в 20 триле 19 банов. В столице запустили первое мобильное приложение «Ети Нерет». Об этом сообщила мэрия Кишинева. Благодаря этому приложению молодые люди могут получить доступ к цифровой карте, которая предлагает им различные скидки в книжных магазинах, театрах, кафе, фитнес-залах, на образовательных курсах, культурных и спортивных мероприятиях. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Министерство здравоохранения в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Молдова на ОС и Центром стратегии политики здравоохранения запустили информационную кампанию по стимулированию спроса на иммунизацию в сельском местности. По данным Минздрава, кампания будет проводиться с привлечением общественности, местных органов власти, учителей, воспитателей, социальных работников в 10 районах страны и 15 пригородах Кишинева, где зафиксированы низкие показатели вакцинации против инфекционных заболеваний. Старт кампании состоялся в коммуне бычой. На столичной улице Алекурусу начались работы по нанесению дорожной разметки. Они продлятся до конца текущей недели. Позже будет нанесена дорожная разметка и на бульваре Мерчичилбэтрын в секторе Чеканы, где также была отремонтирована проезжая часть. Как сообщил на своей странице в соцсети столичный градоначальник Иоанн Чабан, в настоящее время муниципальные службы сосредоточены на обновлении разметки, на пешеходных переходах, в первую очередь возле образовательных учреждений, и улучшении разметки на полосах для общественного транспорта, а также на остановках. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям начались соревнования водолазов. Они проходят на Гедегическом водохранилище на территории водно-спасательной станции номер 3. В соревнованиях принимает участие 21 команда, в том числе 5 команд ГЧС и 16 команд спасателей со всей страны. В течение трех дней 104 спасателя продемонстрируют свои профессиональные навыки в сложных испытаниях. Арбитры определят победителей по результатам всех соревнований. 23 августа на трассе недалеко от Камрата загорелся грузовик. На место прибыли два пожарных расчета, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, грузовик, груженный сэндвич панелями, загорелся на ходу. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить специалистам. Во время празднования Дня независимости Молдовы дорожное движение на площади Великого национального собрания будет приостановлено, в частности на бульваре Штефан Челмари в периметре улиц митрополита Гавриила Бенулеску-Бадони и Александра Пушкина. Ежегодно 27 августа в Молдове отмечается национальный праздник – День независимости. В связи с этим власти подготовили обширную программу мероприятий, а также призвали граждан в этот день одеться в цвета триколора и поднять как можно больше флагов. Также все желающие смогут посетить неформальное мероприятие, которое пройдет возле здания правительства. В нем примет участие премьер-министр Дарин Ричан. Памятные мероприятия по случаю освобождения Кишинева в ходе Яско-Кишиневской операции прошли во многих районах страны. С самого утра к мемориалу «Вечность» молдавской столицы подходили люди с цветами, чтобы возложить их к вечному огню. В результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня, 24 августа, штурмом овладели столицей Молдавской ССР городом Кишинев. Традиционно основные памятные мероприятия по случаю освобождения Молдовы от фашистских захватчиков проходили на столичном мемориале «Вечность». Люди с утра подходили к комплексу, чтобы возложить цветы в память о павших за освобождение Молдовы от фашизма. Среди присутствующих гражданские активисты, историки, представители общественных организаций, депутаты парламента, политики. Памятные мероприятия прошли в Придестровском регионе. Так в Бендерах возлагали цветы к вечному огню, а на Кицканском плацдарме прошел митинг. 24 августа Украина отмечает День независимости. С поздравительным посланием по случаю 32-й годовщины ее провозглашения к гражданам страны обратился президент Владимир Зеленский. Накануне по случаю Дня независимости Украины в Киев прибыли президент Португалии Марселу Рибелу Дисоуза и лидер Литвы Гитанос Науседа. Главы и высокопоставленные лица других государств, в том числе президент Республики Молдова, также направили свои поздравления. Вы являетесь членом нашей европейской семьи и ваше будущее с нами. Звезды на флаге ЕС будут возвышаться над вашим свободным и суверенным государством. Свобода, суверенитет, независимость – то, чего Украина заслуживает, то, что поддерживает Европа, то, что ждем в будущем. Сегодня Украина достойно отмечает и День независимости. Независимость – это когда граждане могут сами решать свое будущее, когда вольны строить свою страну такой, какой они ее видят. Украинцы своим безграничным мужеством и решимостью каждый день напоминают нам об этой истине. В послании украинскому народу вице-премьер-министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Папеску заявил, что Республика Молдова продолжит оказывать Украине всю возможную помощь как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Еще в честь Дня независимости Украины у здания администрации президента в Кишиневе детский хор «Вивос» школы искусств имени Алексея Стырчи под руководством дирижера Антона Думбравы исполнил песню «Червона калина». Верховная рада тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики приняла декларацию независимости Украины 24 августа 1991 года. Бизнес-джет «Эмбрай» разбился неподалеку от села Кужинкино в Тверской области. В списке пассажиров, по данным Росавиации, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На борту бизнес-джета находились три члена экипажа и семь пассажиров. Их тела были найдены на месте ЧП, передает Евроньюз. Вместе с Пригожным летели двое его заместителей. Командир группы «Вагнера» Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. По данным СМИ, самолет, выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, пропал с радаров через 26 минут после взлета. Пилоты не сообщили о внештатных ситуациях. По факту случившегося, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. Новыми участниками группы «БРИКС» станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил Сирил Ромофоса, президент ЮАР, принимающий саммит организации. При этом, по его словам, «БРИКС» не ограничится одной фазой расширения. Сообщится, что в список может быть включена еще одна африканская страна для соблюдения географического баланса. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Глава МИД Южноафриканской Республики Наледия Пандор заявила, что БРИКС согласовал вопрос о расширении и принял документ, в котором изложены его принципы. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уровень открытости и прозрачности данных, предоставляемых китайским правительством по безработице среди молодежи и другим показателям, снизился, в то время как частные фирмы не могут публиковать информацию о китайской экономике. Комментарии американского чиновника прозвучали через несколько часов после сообщения о предстоящем визите министра торговли США Джина Раймунда в Пекин. Это будет уже третий визит высокопоставленного представителя администрации Байдена в Китай за последние месяцы. По словам Салливана, это подчеркивает стремление Вашингтона поддерживать экономические связи с Пекином. Он также отметил, что в ходе своего визита в Китай Джина Раймунда будет разъяснять, что США не стремятся к противостоянию с Китаем, а сосредоточены на защите своей национальной безопасности и обеспечении устойчивых цепочек поставок. Салливан также обратил внимание на принудительную, по его мнению, практику кредитования Китая в рамках инфраструктурной инициативы «Пояс и путь». В связи с этим на сентябрьском саммите Большой двадцатки в Индии президент США Джо Байден будет настаивать на увеличении кредитного потенциала Всемирного банка и Международного валютного фонда, чтобы обеспечить надежную альтернативу китайской практики. В КНР заявление Салливана пока не прокомментировали. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. В среду вечером в США завершились первые предвыборные дебаты между республиканскими кандидатами, объявившими об участии в президентской гонке. Мероприятие прошло на сцене стадиона «Файсер Форум» в Милуоке, штат Висконсин. Дебаты стали первым крупным событием, связанным с подготовкой к общенациональным выборам в следующем году. Из 14 республиканских претендентов на пост главы Белого дома условия для допуска к премьям смогли выполнить лишь 8 кандидатов, а главный фаворит гонки от республиканской партии Дональд Трамп решил не участвовать в первом раунде. В последних опросах он с большим отрывом опережает своих конкурентов по партии, передает Евроньюз. Во время дебатов кандидаты, среди которых губернатор Флориды Ром Десантис и бывший вице-президент США Майк Пенс, спорили о праве на аборт, поддержке США Украины и опыте, необходимом для управления обширным федеральным правительством. При этом большинство из них согласились поддержать кандидатуру Трампа, даже если того осудят по целому ряду дел. Бывший премьер-министр Таиланда Токсин Ченават вернулся в страну после более чем 15 лет добровольного изгнания из-за переворота, в результате которого он был отстранен от власти. Как сообщила газета Guardian, на родине ему из-за обвинений в коррупции грозит 8 лет лишения свободы. Хотя эксперты не исключают, что местный Верховный суд проявит снисходительность. Бывший премьер-министр Таиланда Токсин Ченават вернулся в страну после 15-летнего изгнания, связанного с судимостью. В аэропорту Бангкока его встречали сотни ликующих сторонников. 74-летний миллиардер поприветствовал их, а затем поклонился портрету короля. После вне телекамер Ченавата арестовали. Находившиеся у власти с 2001 по 2006 годы, а затем свергнутый в результате переворота, экс-премьер должен провести за решеткой 8 лет по трем рассмотренным в его отсутствии делам, согласно постановлению Верховного суда. На родине его обвинили в коррупции, нарушение свободы слова и уклонение от уплаты налогов после продажи акции, основанной Ченаватом телекоммуникационной компанией, которая сделала его миллиардером. Сам политик вины не признал. Аналитики отмечают, что возвращение к власти, связанной с семьей Ченавата партии, Пхет Хай, дает им надежду на смягчение или сокращение срока наказания. Арест экс-премьера совпал с назначением парламентом Таиланда нового главы правительства. Им стал сред Катхависин. 61-летний успешно бизнесмен получил большинство голосов, как депутатов, так и сенаторов. По меньшей мере, 26 человек погибли. Еще несколько считаются пропавшими без вести после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии. Число жертв уточняется. По данным строительной компании, в момент трагедии на месте ЧП находились около 40 рабочих. Инцидент произошел недалеко от города Сайронг в штате Мизарам. Причина обрушения моста пока не ясна. Государственное железнодорожное управление начало расследование инцидента. Пострадавшим оказывается вся возможная помощь, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Индии Нарендер Моди. Семьям погибших правительство намерено выплатить по 200 тысяч рупий. Это порядка 2400 долларов. Несчастный случай на мостах в Индии не редкость. В октябре прошлого года более 140 человек погибли в результате обрушения подвесного пешеходного моста в западном индийском штате Гуджарат. Атомная электростанция «Фокусима-1» начала сброс очищенной радиоактивной воды в Тихий океан. Включение насоса для перекачки морской воды в прямом эфире ознаменовало начало реализации резонансного проекта, рассчитыванного на десятилетия. Ранее сброс одобрила МАГАТЭ, заявив, что радиологическое воздействие будет незначительным. Но многие жители региона с этим не согласны. Среди них местные рыбаки, которые опасаются, что сброс очищенной воды нанесет дополнительный ущерб репутации их морепродуктов. После начала операции Китай приостановил импорт продукции из Японии. Гринпис предупреждает, что процесс фильтрации несовершенен и что в ближайшие десятилетия в море будет рассеяно огромное количество радиоактивных веществ. Токио, в свою очередь, обещает обеспечить безопасный сброс и остановит процесс в случае превышения радиационного фона, передает ТАСС со ссылкой на посольство Японии в Москве. Там подчеркнули, что после начала сброса воды с Фокусима-1 японская сторона продолжит проводить три вида мониторинга с участием МАГАТЭ на многоуровневой основе. Прошло уже более 12 лет после аварии на АЭС, сильно пострадавшей от мощного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восточное побережье Японии в 2011 году. С тех пор на месте аварии скопилась радиоактивная вода в примерно тысячи резервуаров. Они занимают большую часть комплекса АЭС и должны быть освобождены для строительства новых объектов, необходимых для вывода станции из эксплуатации. Пожары, охватившие Южную Европу и аномально поздняя волна жары, уносят человеческие жизни. Более чем в 20 странах континента действует предупреждение об экстремальных погодных условиях. От поджогов и последствий изменения климата страдают и те, кому труднее всего защитить себя. В одной только Греции уже погибли тысячи диких и домашних животных. В районе Аналиосе на северо-западе Афин добровольцы спасли десятки питомцев. Здесь есть собаки, кошки и даже черепахи. Их хозяева были эвакуированы в спешке. Большинство животных погибли бы без вмешательства людей. В Испании на Тенерефе были созданы специальные приюты для пострадавших островитян и их четвероногих подопечных. Собаки, конечно, переживают стресс. Они не в своей привычной среде. Когда они видят незнакомую собаку, их это тревожит. Но в целом все в порядке. Здесь у моего пса есть все, что нужно, и слава богу, потому что нам мало что удалось вывезти. Если кто-то из людей ненадолго отлучился, за животными присмотрят волонтеры. Когда хозяевам собак нужно выйти на улицу, подышать воздухом, мы выгуливаем собак, а люди могут немного отключиться от заточения, сменить обстановку. Спустя две недели после лесных пожаров в городе Лахайна на Гавайях пропавшими без вести числятся около трех тысяч домашних питомцев. При этом владельцы животных подали около 600 заявок на поиски. Общество спасения острова Мауи начало свою операцию сразу после локализации пожара. Оно принимает животных с тяжелыми ожогами. У нас есть собака, которая, похоже, выбиралась из горящего помещения. Она потеряла все пальцы на лапах. Во всем мире лесные пожары убивают миллионы представителей фауны, многие из которых относятся к редким и исчезающим видам. Американские метеорологи предупредили, что более 143 миллионов жителей США должны соблюдать повышенную осторожность из-за экстремальной жары. Повышенная температура ожидается в таких крупных городах, как Чикаго, Даллас, Канзас-Сити, Луисвилл, Нэшвилл и Оклахома, сообщает Аксиос. На юго-западе США столбики термометров показывают отметку 43-48 градусов по Цельсию и выше. Такая сильная жара может привести к летальным исходам, уточняют синоптики. За прошедшие две недели жители США как минимум 3836 раз вызвали скорую помощь из-за вызванного жарой недомогания. В 11 случаях зафиксировали летальные исходы. При этом сила теплового купола, который накрыл Соединенные Штаты, может превысить рекордные показатели 1936 года. Индия стала четвертой страной в истории, которой удалось совершить мягкую посадку космического аппарата на лунную поверхность. Речь идет об аппарате Чандрайан-3, который накануне успешно прилунился в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Аппарат запустили 14 июля на ракете-носителей ЛВМ-3 из космического центра имени Сатиша Дхавана. Через два дня индийская организация космических исследований сообщила о завершении всех запланированных маневров на окололунной орбите. За трансляцией посадки по видеомосту наблюдал премьер-министр Нарендра Моди, находящийся в ЮАР на саммите БРИКС. После этого Нарендра Моди выдвинул предложение БРИКС сформировать совместное объединение для исследований космоса. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат. Также она стала первым в истории государства, модуль которого сел на южном полюсе спутника Земли. По мнению ученых, в этом районе могут содержаться крупные запасы замерзшей воды и ценных элементов. Ранее Индия в рамках своей лунной программы запустила на окололунную орбиту аппарат Чандраен-1. Вторая миссия потерпела неудачу. Спускаемый аппарат совершил жесткую посадку на поверхность. Напомним, 11 августа с космодрома Восточной. Россия запустила станцию Луна-25, однако произошла нештатная ситуация и аппарат прекратил свое существование. Позднее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что к крушению станции привел сбой в работе двигателя. По его словам, вместо запланированных 84 секунд он отработал 127, из-за чего и произошла авария. На этом выпуск завершен. Далее вас ждет интересная и развлекательная программа. Фильмы и сериалы. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.